Выбить 10 мишеней за 2 огневых рубежа, проехать 3 зачетных круга по 900 метров. Каждый промах в тире – дополнительный штрафной круг. Здесь все как в классическом биатлоне, только лыжи спортсмены поменяли на велосипеды. Интересно, азарт определенный, хотелось бы почаще участвовать, но не всегда получается, не каждый год. В этом году понравилась техническая трасса, она достаточно техничная, сложная. Один хороший подъем, один средний и пару хороших спусков. И плюс техническая трасса прохождения между деревьями. Вот стрельбовая трасса у меня подкачала, к сожалению. Но ничего, будем работать. Новую биатлонную трассу построили в парке 60-летия советской власти в районе больницы Середавина. Первые испытания дистанции прошли успешно. На старт вышли более 200 велогонщиков из Новокуйбышевска, Чапаевска, Тольятти, Самары. Велобиатлон в Самаре уже набирает обороты. То есть появляются не просто желающие поучаствовать, а те люди, которые уже начинают основательно готовиться. То есть они уже обзаводятся своими винтовками. И раз в месяц точно выезжают со своих винтовок, пристреливаются. И, соответственно, также улучшают свои качества техники владения велосипедами на кросс-контрейных трассах. Чемпион по самарскому велобиатлону определялся два дня в нескольких дисциплинах. Детская гонка, взрослых суперспринт, гонка преследования и эстафета. Поехала тренироваться в деревню. Мы с папой там проезжали какое-то расстояние, потом стреляли, тренировались. У нас была имитация гонки. Если не готовиться, ты ничего не добьешься. В этом году открытый чемпионат Самары по велобиатлону получил финансовую поддержку от городского департамента спорта. На грант организаторы приобрели полевой тир и винтовки. Альтернативы самарскому велобиатлону в России нет. Поэтому поклонники этого вида спорта приезжают соревноваться в столицу 63 региона со всей страны. И пока наши спортсмены задают тон на трассе и занимают весь пьедестал почета. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok